Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Госдума во втором чтении приняла законопроект об амнистии капиталов. Проект закона о добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов в банках предполагает амнистию зарубежных капиталов, задекларированных россиянами. Ранее парламент принял законопроект в первом чтении. Согласно тексту документа, декларацию нужно предоставить в налоговые органы до 31 декабря 2015 года. Указанные в декларации активы не будут облагаться единовременными налогами и сборами. Интересно, сколько подпольных миллионеров сольют свои офшорные счета? Бизнес отказывается от займов из-за высоких ставок. Объем займов, выданных малым и средним предприятиям за первый квартал 2015 года в сравнении с прошлым годом снизился на треть, а просрочка по ним наоборот растет. Эксперты говорят, что мы еще долго будем пожинать плоды черного вторника, когда Центробанк поднял базовую ставку до 17%. Бизнес также опасается, что банки начнут повышать кредитные ставки в одностороннем порядке, благо закон разрешает. По данным экспертов, во второй половине декабря 2014 года ставки для заемщиков с высокими рейтингами доходили до 25-28% годовых. Власти Дубая расширили меры, направленные на соблюдение дресс-кода туристами и приезжими в общественных местах. У входов во многие государственные учреждения в Дубае по требованию местных властей уже установлены баннеры с инструкциями. Кроме того, в отделениях дубайского муниципалитета посетительницам, не соблюдающим дресс-код, выдаются традиционные женские одеяния обаи. Инициатива была обусловлена повторяющимися жалобами от местного населения. Гостей могут попросить закрывать плечи и колени. Сотрудники магазинов могут попросить посетителей покинуть магазин, если от кого-либо поступит жалоба на их неприемлемый внешний вид. Также в правилах оговаривается запрет на объятия и другие физические проявления чувств в общественных местах. В общем, девушки теперь не погуляют по городу в бикини. А на сегодня это все. Хороших выходных!